Микс Ньюс Добрый день, уважаемые радиослушатели. В эфире программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. Вадим Родионов, звукорежиссер Родион Золотарев. И с нами на прямой связи по скайпу предприниматель бывшей совладелисти салонов сотовой связи Евросеть Евгений Чичеваркин. Евгений Александрович, здравствуйте. 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 В драматическом ключе, то, в общем, мы запаслись попкорном и смотрим за этим все. Как они истерят за наши налогоплательщиков деньги. А на ваш взгляд, выход Великобритании из ЕС, все-таки, если посмотреть и порассуждать на эту тему, это скорее польза для Великобритании или вред, вот как вы считаете? Ну да, конечно, польза для Великобритании. Дело в том, что ЕС – это социалистическая клоака, которая, в общем-то, не способствует развитию. Это очень зарегулированное бюрократическое сверхгосударство. Ну, наверное, вы можете спросить, например, производителей мяса или молока в Латвии, как они жили до ЕС и как они живут сейчас. Кто попал в квоты, кто не попал в квоты, сколько маленьких разорилось и так далее. То есть, они навязывают свои правила и, собственно, это не здорово ни для малого бизнеса, ни для какого-то там развития национальных бизнесов. Ну, сверхгосударства выстроены не в либеральных традициях, скажем так. Ну, чем тогда можно объяснить, что… А медленно растет, нечего там делать. Что бизнес-центры, это и Лондон, и другие крупные города, они как раз выступали против Брексита, населения этих городов, а в основном села, регионы, они были за Брексит. То есть, получается, что бизнес в какой-то степени не поддерживал все-таки Брексит? Ну, здесь же не бизнес, а здесь в основном люди, которые приехали из Европы работать. Потому что здесь у нас работают, например, в ресторане половина людей, если не больше, из Европейского Союза. Наверное, больше, чем половина, да? Больше, чем половина из Европейского Союза, потому что в их социалистических прекрасных странах просто не платят такие деньги. И понятно, что они боятся, что это все как-то плохо закончится. Ну, вот в одном из интервью вы сказали, что когда начинали, продавали все, кроме Родины. Что для вас значит продать Родину? Ну, это фигура речи, это идиома. Ну, что это значит для вас? Нет, ну, продал Родину, если можно сказать, что я в тот короткий период, когда участвовал в агитационной программе. Вот, когда я участвовал и записывал ролики, в том числе с участием Путина. Вот в этот момент я на время, к сожалению, Родину продал. Когда вы поддержали Медведева? Так как мне очень хотелось, да, так как мне очень хотелось сохранить свои деньги. Но вы были не искренне в своих словах, когда записывали эту агитационную программу за Путина? Ну, конечно, конечно, нет. Я тренировался около зеркала целый вечер, как я люблю советскую власть. Пытался произнести искренне перед собой в зеркало «я люблю советскую власть». Вот сможете сделать перед зеркалом, честно, и вот с спокойным лицом произнести вслух «я люблю советскую власть». Но вы смогли это сделать? Вот так же я. Что? Смогли это сделать, зеркало? Ну, да, в какой-то степени. Но это не помогло, и это хороший пример для всех остальных, кто захочет покривить душой во спасение своих бизнесов. Ну, вы сожалеете об этом? Вам стыдно за то, что вы так ориентировали? Лучше жалейте о том, что сделал, чем о том, что не сделал. Ну, так жалейте? Я бы что-нибудь сделал другое. Может быть, еще хуже потом. Давайте примем звонок. У нас радиослушатель на линии. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, Евгений. Да, Евгений. Как вы относитесь к левым ориентированиям союзов в целом? То есть, какая ваша позиция по этому вопросу? Считаете ли вы, что они поменяются для дальнейшего будущего? Плюс я еще хотел задать второй вопрос по поводу коррупции. Как вы относитесь вообще? Изменится ли, ну, будет ли коррупция дальше? Давайте по очереди, пожалуйста. Первый вопрос. О левых в Евросоюзе. Да, ну, Евросоюз стремительно левеет. Мне ни правая, ни левая повестка, они мне абсолютно не близки. Потому что тех политических ориентиров, которых я придерживаюсь, их нельзя изменить. Ну, то есть, мы летаем снаружи этих измерений, поэтому мы не правые, не левые. Да, из-за того, что очень левая повестка, из-за того, что люди все меньше хотят работать и жить за чужой счет, экономика Евросоюза растет медленно. А, вероятно, через какое-то время расти перестанет. И вряд ли это изменится, потому что то избирательное право и та сложившаяся практика, которая есть, она как раз способствует тому, чтобы все меньше людей работали и все больше жили за чей-то счет. Вот, поэтому я за Брекзит. А что касается второго вопроса и коррупции? Коррупция можно, конечно, в любой стране, особенно в странах Балтии, можно с коррупцией расквитаться очень быстро. Пример Грузия, где за 10 лет, со 123 места до 30 какого-то она подпрыгнула в рейтинге восприятия коррупции. Поэтому мы видели, что это все возможно. И неважно, большая ли страна, маленькая страна, в принципе, плюс-минус один и тот же. Вот, с коррупцией, насколько я понимаю, в странах Балтии все гораздо лучше, хотя коррупция наверху существует. Вот, по последнему делу с главой Центробанка Латвии, да, мы это видели. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Юрий. Да, Юрий, здравствуйте. Радиостанция, огромное спасибо, что такого интересного гостя пригласили. Евгений, я с удовольствием могу сказать, что просмотрел практически все ваши видео, которые на Ютьюбе в плане интервью опубликованы. Спасибо. Очень интересное видео, на самом деле, такое, не знаю, которое меня, наверное, вообще полностью поменяло представление о бизнес-среде в России, которое выдавали представителю израильских СМИ, сидя в парке. Я там деталей дальше так интервью не понял, но содержание, конечно, меня шокировало. У меня совершенно... Это было 300 лет назад. Ну вот, хорошо, тогда два вопроса. Первое. Придерживайтесь ли тех же взглядов, которые озвучили в том интервью. Второе. Каков риск того, что, скажем так, в прозападное русло современная Россия может выйти только за счет, ну, извините, новой революции? Спасибо. Да, спасибо вам. Ну, за счет полностью изменения формата. Это может быть революция, это может быть просто физическая смерть Путина и приход кого-то, кто более либеральный, а сейчас притворяется путинским другом. Вот. Это может быть... Ну, то есть российская история, русская история такие примеры знавала. Интервью я того, к сожалению, не очень помню, но так как взгляды мои последние лет 10 не менялись точно, то, наверное, там все так, как я и сейчас думаю. Я, честно, его надо, наверное, пересматривать. Ну вот в Фейсбуке у нас пришел вопрос. Александр Сидоров спрашивает, почему любой преступник в России, которому удалось убежать от правосудия, становится оппозиционером? Нет, конечно, далеко не любой. Посмотрите в Испании, сколько сидит братвы там в Греции, на Кипре, в Эмиратах. Они же сидят тихо просто. Их тысячи. Нет, конечно. Еще два. Нас единицы, нас просто видно, потому что мы говорим публично, что не принято. И к нам есть интерес. Мы составляем доли процента. Ну а слово «преступник» по отношению к вам, как вы это воспринимаете? Да плевать. Ну, было уголовное дело в течение нескольких лет. Сто с лишним томов. И там на каждой странице плюс-минус это же слово. Ну, вата, она и в Африке вата ничего. Вы чувствуете себя в безопасности, учитывая, что, ну, вот это дело с Крипалей в Лондоне и так далее и тому подобное. А есть ли у вас, ну, опасения за свою жизнь? Меньше, чем в России, конечно. Ну, на порядок. Еще звонок у нас. Слушаем вас. Здравствуйте. Добрый день, Александр. Да, слушаем вас. Вот вопрос к вашему гостю. Он сказал, что ему советская власть не нравится. Довольно странно, так сказать, учитывая, что ваш папа был летчиком, он сделал эту карьеру, а вам это не нравится. Вот вы сейчас живете в Англии. Вам нравится власть капитала? Насколько я знаю, что в Англии классовое общество строго разделено. Север, юг, элита британская. В каком слое общества вы находитесь? Да, спасибо вам. Вот такой сложный, многогранный вопрос. Мне очень нравится чистый, правильный капитализм. Он практически никогда не случался, но отдельные его проявления в мире случались. И, как правило, это был период процветания тех или иных обществ. Да, здесь, безусловно, классовое общество, но это не север-юг, как сказал Варкет. Ваш слушатель. Да, здесь четко совершенно классовое общество. Но мы, как состоятельные мигранты, опять-таки, вне этой парадигмы. Мне все равно, приглашают меня куда-то или не приглашают. Мне не мешают заниматься бизнесом. Из меня ничего не вымогают. Меня не ограничивают никак. Я не могу голосовать, а бизнесом я заниматься могу так, как хочу. С британским я паспортом, с мавританским, российским или с беженским я могу продавать вино на тех же условиях и владеть рестораном на тех же условиях. И это прекрасно. Ну вот вы в одном из интервью говорили о том, что после президентских выборов в России, последних, на которых победу одержал Владимир Путин, мысли о возвращении на родину следует оставить навсегда. Не изменили свою точку зрения по этому поводу? Ну нет, вряд ли. Вряд ли. Ну мы уже здесь пустили корни потихоньку. И вас не тянет на родину? Ну тянет, конечно, но на ту родину, которой никогда не было и не будет. Ну такое как Россия, вымышленная Россия. Вот чистенькие улочки такие, вот домики покрашенные разноцветными красочками. Такой город Китиш, такая гиперборея. Гиперборея, вот, Россию, которая вот на цветных картинках, знаете, дореволюционных была, не помню, как это вам звали, фотохудожника. Вот, то есть вот есть такой образ, мечта такая, ультиматули. Вот туда и тянет. Вот Михаил Ходорковский в нашем эфире сказал, что у него было два пути признать себя иммигрантом или, в общем-то, оставить мысли о России и как-то интегрироваться в общество, или все-таки остаться человеком российским и, в общем, ждать того момента, когда придется вернуться. У вас, как я понимаю, что все-таки этот вопрос возвращения уже не стоит. Вы все-таки часть уже вот этого британского общества. Правильно мы вас понимаем? Я ни в коем случае не часть британского общества, и мы не ждем, а готовимся. Вот, просто одно дело готовиться, другое дело надеяться. Еще звонок у нас. Да, слушаем вас, здравствуйте. Здравствуйте. Да, как вас зовут? Наталья. Да, Наталья. Скажите, пожалуйста, у меня такой вопрос к вашему гостю. Когда вас приглашают давать интервью, и вы соглашаетесь, в какую цель? Почему? Вы считаете себя значимой персоной? Спасибо за ваш ответ. Спасибо. Нет, это Болтком посчитал меня значимой персоной, написал, позвонил и пригласил в эфир. Да, действительно, это мы попросили, и спасибо большое нашему гостю. Это не я, это все Болтком. Тогда примем еще звонок. Здравствуйте. Как вас зовут? Добрый день, Ольга. Ольга Ушакова. Господин Чичваркин, вот вы и где-то ваше окружение не чувствуете ли вы такую ущербность под нарушением к вам английского общества, поскольку вот никто из вас не в состоянии, ну, как-то обналичить, ну, даже не обналичить, как-то сделать прозрачным источники добычи вашего капитала. Ведь все-таки, сколько вот я была за границей, к русскоязычным, вот знаете, такое пренебрежительное отношение. Особенно вот тем, которые вот обитают, как сейчас называют модно Лондонград. Особенно их не принимают всерьез. И считают людьми какого-то самого низкого сорта. Спасибо. Спасибо вам. Но стереотипов много все-таки. Да, я не ожидал, конечно, от просветленных стран Балтии таких вопросов, если честно. Вы знаете, про свои капиталы я все раскрыл местной налоговой полностью, абсолютно все источники, все до копейки, с самого начала пережил несколько налоговых проверок, как компаний, так и бизнеса. Доплатил оставшиеся какие-то микрокопейки. У меня все абсолютно капиталы на мое имя, все имущество на мое имя, и все абсолютно белое, выбеленное, очищенное от всех налоговых вопросов и претензий. Это раз. А если есть какой-то истеблишмент, люди, которые шли от королей с двойными фамилиями, они тусуются в клубах, живут за счет каких-то спонсоров и какой-то иной мзды, и они меня не приглашают, если бы и пригласили, я бы не пошел. Мое общение все русскоязычное, если это не касается работы. На работе понятно, что в основном все англоязычные. Мне глубоко фиолетово, мне глубоко наплевать, что думают про меня все, кто не является своими покупателями и гостями. Вот здесь свобода ведения бизнеса. Эта страна находится на 10 или 11 месте в рейтинге Всемирного банка, по свободе ведения бизнеса. Кстати, Латвия тоже, по-моему, условно говоря, если не в зеленой, то в какой-то условно желтой зоне. Ну, на каких-то, ну, не на страшных местах. В отношении, скажем, с восточными соседями и с другими странами бывшего СССР. И у меня свобода покупать дома, продавать дома, покупать и продавать товары, нанимать и увольнять людей такая же, как у любого жителя, как у этого же человека с двойной фамилией, который от Генриха, освободителя или завоевателя, не помню, как его без звали. Вот, поэтому я рекомендую сейчас пойти вам, наверняка вы живете не на первом этаже, посмотреть, что во дворе не гуляют детей и выбросить туда свой телевизор. Либо поклясться, никогда не включать телевидение, идущее из России. Не первый, второй канал НТВ и прочего хреномуть. Я прямо чувствую вот этот поток поддельного сознания, который направлен на головы. Ну да, мы прекрасно знаем, что русскоязычное население и Латвии, и Литвы жестко обрабатывается русским телевидением. В общем, избегайте этого, это вред, это зло. Оно создает вам иллюзорный мир, несоответствующий действительности. Ну вот в одном из интервью вы говорили, что не ощущали ненависти к себе из-за больших денег. Зависть была, но ненависти со стороны окружающих людей не было. Ненависти никакой нет совершенно. Вам когда-нибудь приходилось ненавидеть кого-то? Ненависть — это сочетание негативного отношения и страха. И в ненависти, в самом понятии уже признание, что ты с этим ничего не можешь делать. Безусловно, так как я абсолютно живой человек, такое чувство иногда приходило в отношения нескольких людей. — Это были близкие вам люди? — В прошлом близкие. И люди из руководства Российской Федерации. — Но вам предлагали идти на компромиссы, да, все-таки? — Все время. — Чтобы сохранить бизнес? — С 2005 аж по 2011. — Как вы считаете, люди, которые хотели вам отомстить, им удалось это сделать? — Ну, смотря что считать. Я не знаю, какая у них была цель. Отчасти да, конечно. — Ну, вот какое совершенное деяние из-за мести по отношению к вам вы считаете наиболее страшным? — Мне бы не хотелось об этом говорить сейчас. — Тогда мы прервемся на новости, затем вернемся и продолжим. Евгений Чичваркин у нас на прямой связи из Лондона. Оставайтесь с нами буквально через несколько минут. Мы продолжим наш разговор. — Мы продолжаем. Это программа «Абонент доступен». В студии работает Анна Смирнова. — Вадим Родионов, звукорежиссер. — Родион Золотарев. И с нами на прямой связи предприниматель. Евгений Чичваркин. Евгений Александрович, еще раз здравствуйте. — Добрый день. — Да. — Да. И телефоны прямого эфира в нашей студии. 672-12-93-9. И 672-13-93-9. Много звонков нам поступает. Начнем эту часть программы тоже со звонка. Здравствуйте. Как вас зовут? — Извините, маленькая реплика. Александр, вот ваш гость сказал, что не смотрите то, не смотрите это. Вам не кажется, что неприлично учить жителей Прибалтики, что им смотреть? Лучше учите англичан, пожалуйста. Спасибо. — Ну вот такая реплика. Не знаю. Хотите прокомментировать? — Да, ну я просто не знал, какая ваша аудитория. И я прям вот чувствую по интонации голос людей, которые решали быть мне в комсомоле или нет. Чувствуется такой тяжелый советский шарм. — Ну вот Михаил Ходорковский, которого мы уже упомянули, он также был гостем нашей программы и говорил об определенном рубеже, который происходит, когда деньги уже ничего не решают. Вот в вашей жизни был такой период? — Давайте я еще на предыдущую реплику скажу. Видимо, это очень задело этого человека, которому я сказал, чтобы он не смотрел первый, второй, третий и четвертый канал и не увлекался российской пропагандой. Вот русскоязычные жители востока Украины и Крыма тоже очень много смотрели российской пропаганды, а теперь камни с неба валятся. Вот все, кто очарован Путиным, в какой-то момент будет в казачестве получать карточки на еду. Вот этим все всегда заканчиваются. Хорошо, что есть база НАТО и вот этого человека, который, в общем, не ведает, что говорит, она, в общем, спасет. У него будет и пенсия в евро, и социальная защита, и, если что, полицейские приезжают трезвые и решают вопросы, исходя из права, и скорая помощь приедет к нему по европейским стандартам. Поэтому он может дальше рубить сук, на котором сидит, он достаточно крепкий. Да, простите. Деньги решают. Чем больше денег, тем лучше. Нет такого момента, когда деньги ничего не решают. Это глупости и заблуждения. Это что-то из мистики столетней давности. Вы говорили в одном из интервью, что в тот период, когда вы еще торговали на рынке в Лужниках, заработать больше 100 долларов – это была большая удача, такой удачный день. Как менялось ваше отношение? Ну, это у меня было, мне это когда было 18-19 лет. Тогда вам так казалось, вы говорили, да. Как менялось ваше отношение к финансам? Когда в 20 лет уже заработать больше, чем 250 долларов в день было удачи. А подальше больше. Это естественный процесс. Ну, сколько кардинально отношение к деньгам поменялось у вас? Нет, я... Ну, то есть, я не падаю в обморок, если произошли какие-то потери, да, но постараюсь, чтобы их не было. Нет, отношения спокойные, то есть, я никак кощей над златом не чахну. В общем, мне кажется, я достаточно человек щедрый, но в целом деньгам счет веду. Вот Дима Лонговой спрашивает... Если деньги не считать, они обижаются и уходят к другому. Ну, вот Дима спрашивает у вас в Фейсбуке, а наступает тоска, когда понимаешь, что все более или менее земное, ты можешь позволить себе купить? А я не могу себе позволить купить Боинг. Это земное? Он не земной. Ну, хорошо, земное. Ну, не знаю. Я не могу себе позволить купить дворец с огромным бассейном и с искусственной волной на нем. Ну, вы чувствуете необходимость? Ну, подогреваемый. Ну, что значит все? Ну, есть несколько сотен людей, которые себе могут купить все, а остальные все-таки не все. Поэтому, как идти, насколько истерично идти к этому процессу, насколько идти на компромиссы на пути к заработку, это вопрос другой. Я далеко не на все компромиссы готов пойти. Но есть ли... Не знаю... Двигаюсь медленно, но всегда вперед. Но ваш взгляд, фраза «не в деньгах счастья», она все-таки обоснована или не обоснована? В деньгах тоже. Деньги дают возможность не заниматься рутиной. Мерзкой рутиной, которая убивает там чувства, убивает время и так далее. Деньги – это очень удобная штука. Всеобщий эквивалент. Еще звонок у нас. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день, меня зовут Роман. Да, Роман. Я хотел поблагодарить Евгения еще раз за интересное интервью. Также я хотел еще один вопрос задать, я уже звонил вам, по поводу Украины. Я вот хотел узнать, вы, Евгений, за Зеленского или за Порошенко? Хотя я догадываюсь о вашем ответе. Спасибо. Спасибо вам. Смотрите, я не знаю, какая у Зеленского программа и не знаю, какая у него команда. Поэтому я не могу быть за Зеленского на данный момент. Ну, то есть я не понимаю, что он будет делать. Но то, что у Порошенко были четыре года и то, что за это время сделано, сделано явно недостаточно. Не сделано каких-то важных кардинальных вещей, которые он в том числе обещал. Это реальный факт. И его антирейтинг, он не с потолка взялся. Несмотря на то, что какие-то полезные вещи для стороны, безусловно, он сделал. И я считаю, что есть риск и страх узурпации власти в любой стране на постсоветском пространстве. Насколько мы знаем, что в 1937 году тоже не очень неярый демократ правил, например, Латвии. Поэтому для меня важно, мне кажется, очень важно для страны обновление, даже если обновление будет ошибочным. То есть была ошибка в 1996 году не выбрать Зюганова. Должен был быть Зюганов и должна была быть попытка реставрации Советского Союза в 1996, а не в 2000 с Путиным. Тогда бы и в 1998 с кризисом бы вынесли просто реально на виллах, просто повесили бы на Красной площади. И это была бы окончательная прививка от коммунизма в России. Но этого, к сожалению, не произошло. Поэтому, если люди обманутся в этот раз, ну, это долгий путь к демократии, это то, как должно быть. Вы верите в менталитет, что то, что возможно в одной стране, не всегда возможно в другой? Что значит верить в менталитет? Ну, вот я поясню, почему я этот вопрос задаю. Потому что многие говорят о том, что демократия – это универсальная история, и можно, в общем-то, внедрить ее в любое общество и в любую страну. Есть те, кто считает, что это невозможно, потому что другие традиции. Ну, Ближний Восток, например, там сложно с этим обычно. Россия в этом смысле, у нее нет на уровне, скажем, общества и народа отторжения от каких-то таких демократических институтов, вот эта вера в царя и так далее и тому подобное? Да, Россия не демократическая страна и, по сути, не демократическая. Хотя, в целом, демократия может работать, может быть, не с первых, со вторых, даже не с десятых выборов. Смотрите, греческая демократия классическая, откуда она пошла, это были образованные мужчины с доходом. Голосовать могло там 10 или 12% людей. Насколько я понимаю, я не знаю, как в Латвии, вот, по-моему, в Эстонии есть люди, которые граждане, но которые голосовать не могут, такой недогражданин, потому что он не сдал. Да, и в Латвии же тоже есть. Да, 200 тысяч, каждый десяток. Вот. Я считаю, что это очень правильно, нужно то же самое применить и в России. Заставить всех сдать экзамен, только это будет не 10%, а 30. Еще не должны голосовать те, которые живут на пособие, на мой взгляд. Ну, живешь на пособие, пожалуйста, ты имеешь право, ты не можешь быть бедным, ты не можешь умирать от голода в 21 веке, тебе нужно протянуть булку хлеба и руку помощи, безусловно. Но ты не можешь голосовать, я считаю. Вот. То есть маленький шажок назад к греческим истокам демократии нам бы не помешал. Меня сейчас следующий, наверное, позвонит, вот, и таким грозным советским голосом обвинит в фашизме, наверное. Ну, сейчас узнаем. Сейчас узнаем, да. Давайте примем. Звоним. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте, говорите, пожалуйста. Добрый день, Сергей. Добрый день, Сергей. Да, Сергей, слушаем вас. Владимир, дело в том, что при демократии существует не только демос народ, да, демонический, но и охвоз, да, поэтому у нас и не граждане здесь есть. Но вопрос, при принципе, к господине Чешуакнин. Мы знаем, что, ну, вот мы просто сказали о храме Китежи, там, Россия для вас это сейчас что-то отдаленное, которое, в принципе, может подниматься, либо опускаться, Китеж из воды выходит, да. Господин Ракитов, идеолог Ельцинской эпохи в свое время, да, считал, что нужно сделать из России, чтобы красивые, чистые, ухоженные туалеты. Тем самым, даже если мы, как сказал господин, сейчас, как сказал господин, 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 господи, как его забыл. Как сказал один господин, давайте так. Да, один господин, да. То есть, в принципе, можно пренебречь суверенитетом России ради расчленения, значит, ее на определенные территории и приведением этих территорий в порядок. Но тем самым, так или иначе, мы сдаем родину в концессию. Понятно, что господин, допустим, Черномердин Егор в свое время, как бы, подписав договор об урановой сделке, обеспечили Соединенные Штаты на 25 лет энергетикой урановой, да. Вы сторонник такой же расчленения Родины и передачи ее в концессию, в том числе и Альфа-банк, который сейчас хотел передать водные ресурсы французской компании. Или вы все-таки почвенник, сторонник, пусть другой власти в России, но все-таки, чтобы быть в России. Благодарю, всего договора. Да. Я не почвенник. Я считаю, что, в первую очередь, граница Российской Федерации должна строго соответствовать Google-карте. И там, где закрашена нашим цветом, то наша, а где нашим цветом не закрашена, то не наша. И вот на том месте, где наши, я считаю, что бизнесы могут вести бизнесмены абсолютно из любой страны. Главное, чтобы нам уважали и соблюдали наши законы, и нам прилетали от этой всей деятельности налоги. А французская ли компания, американская будет ли разрабатывать, мне совершенно все равно, кто по конкурсу больше заплатит, тот и будет. Ну, в общем, кто по конкурсу больше заплатит, вот за эти деньги будут чиститься туалеты. Я за то, что были чистые туалеты, я за западные ценности, но это абсолютно не означает, что... Ну, в Дубае 90% жителей не арабы. Однако никто не может сказать, что это не... там нет сильной арабской власти. Правила придумывают там шейх и его сотоварищи, и все по этим правилам, шаг влево, шаг вправо, в общем, особо там не разбежишься, особой демократии-то и нет. А участвуют все... его тоже могут обвинить, что он заселил неверными священную арабскую землю, но она так расцветает. Поэтому наша земля тоже расцветет, если мы ее заселим по принципу, кто больше заплатит. Правила наши, налоги наши, делайте, что хотите. Ну, вот вы отмечали, что когда владели сетью салонов Евросеть, главная проблема была в нехватке умного персонала. Одну секундочку, без пяти закончится, я буду прям за три минуты больше. Да, простите, простите. Да, я вас процитирую, вы говорили о том, что главная проблема у вас, когда вы владели Евросетью, была в нехватке умного персонала. Добрый, усердный дурак может освоить какие-то навыки и сделать простую работу. Опасен человек с низкой гуманитарной культурой, активное вороватое быдло. Ну, вообще говорится же тогда, что простота хуже воровства, так, по крайней мере, в народе считают. Или вы считаете, что безобидный дурак не страшен? Смотрите, все цитаты – это шестой, седьмой, восьмой год, соответственно. Это тот период времени, когда спрос на людей был самый большой. Это пик вообще расцвета нынешней России, 2008-й. То есть с такой скоростью страна никогда не улучшалась и не развивалась, как именно в этот период. И очень здорово не хватало людей. И на них был огромный спрос, и корпорации бились за таланты. И те люди, которые болтались на рынке, были, конечно, абсолютно деклассированные элементы с низкой гуманитарной культурой. Это была большая проблема. Потом этой проблемы после кризиса какое-то время не было. К 2014-му, 2013-му годы это опять стало проблемой. Потом я не думаю, что это будет проблемой в скором времени, потому что бизнес сокращается и не в самом лучшем виде пребывает. Огромное количество специалистов болтаются без дела сейчас. Вы говорили это в 2015-м году в интервью, кажется, Дмитрию Гордону, если я не ошибаюсь. Ну, я говорил про Евросеть, соответственно. Да, вот в общедоступной информации о вас указывается, что вы скрылись из страны, переехав в Лондон. То, что в отношении вас используют этот термин «скрылся», как вы к этому относитесь? Вас-то не беспокоит? Да мне вообще плевать. Ну, понимаете, что обо мне говорят совки, мне совершенно плевать. Будь то человек, который втайне ждет русских танков в Латвии и держит партбилет под подушкой и знает, что придет то время, когда придут наши и посыпятся камни с неба от сотрудников Следственного комитета. Мне реально плевать, что они про меня думают. Они могут называть как угодно. Мне все равно, что говорят про меня российские СМИ и то, что говорит про меня там Первый канал, ради бога. А ну, они бедные люди. Им еще потом дороги строить в Сибири и на Дальнем Востоке под конвоем. Пожалеем их. Да, есть у нас еще звонок. Прекрасная Россия будущего, когда будут строить. Здравствуйте, как вас зовут? Здравствуйте. Вы знаете, господин Чичеваркин, по-моему, у вас Евросисия была в Латвии, да? Вашей компании в Латвии. Да, была. Ну, я тот человек, который после того, как была начата процедура вам просто, вернула вашей компании больше 300 тысяч евро. Ко мне просто обратились с администраторами. Интересно, вы что-то из этих денег получили? Думаю, что нет. Да, это были налоги переплаченные. Ну, вот, хорошо. Думаю, что мы ничего из-за этого не получили. К сожалению, мы мало усилий, мало времени уделили прибалтийскому нашему филиалу. И операторы сговорились, не дали нам комиссии. И мы закрыли бизнес, потому что в целом мы поняли, что это очень-очень длительная война с непонятным призом в конце. Нечетким и неясным. Поэтому решили принять. Я согласился, что сделал ошибку, и мы закрыли этот проект. А наши радиосорсницы, вы имеете какое-то отношение к этой истории? И можете, может быть, вернуть эти деньги? Ну, их уже, на них уже кто-то купил. Их уже, в Юрмане. У вас было очень хаброе руководство и Владли. Вместо того, чтобы брать кредит, они могли бы скачать налоги из бюджета. Они огромные суммы. Просто у нас за три года последних мы только вернули. Если бы раньше обратить, больше бы. Ну, очень плохое руководство у вас было в Латвии. Но желаю вам... Да, это факт. Давайте. Всего доброго. Спасибо вам. Вот такой звонок. Еще звонок сразу. Примендует. Здравствуйте, как вас зовут? Добрый день. Очень коротко, Юрий. Времени мало. Постараюсь. Если бы чуть пораньше вы обращал телевизор, то и не узнал бы, кто такой господин Чичваркин. А так... Может быть, и к лучшему. Да, может быть, и к лучшему. Но вы человек очень интересный. Я очень поздравляю нашу радиостанцию. Вот. Очень интересный. И я скажу, раз вам там удалась жить, вы там и живите. А если бы вы знали, как со скорой помощью в Латвии по европейским понятиям, или какие деньги по европейским понятиям здесь получает очень большая масса населения, то, может, смотрите латвийское телевидение, хотя оно убогое совершенно. Живите там, где вы живете, и дай вам бог счастья. Да, ну, такой комментарий. Спасибо. Ваш звонок очень важен для вас. Поживите три месяца в Кировской области и просто сравните, как это могло бы быть. Еще звонок примем. Здравствуйте, как вас зовут? Или в Луганске. Да, слушаем вас. Господин Чичваркин, вот смотрел ваше интервью, где вы рассказывали про свитера, как вы подняли там немножко денег в холод большой и бешеный. Как вы думаете, может ли вернуться такое же самое время обратно, вот, пройдя какие-то года, там, 10, 20, 30 лет? Еще вопрос. Почему вы выбрали именно Лондон? Можно я на первое отвечу? Можно я на первое отвечу? Смотрите, Советский Союз не падает каждый день. То есть, и огромная масса достаточно образованных людей, которые были не у дел, которые не умели торговать, которые не понимали принципов вообще, принципов понятия торговли, принципов создания прибавочной стоимости, оказались вдруг на рынке, и среди них было легко торговать. Это, ну, то есть, это только после падения больших империй, возможно. В короткое время есть окно возможностей, когда можно сделать достаточно большие деньги. Вот, поэтому, если Путин превратит Россию назад в Советский Союз, то после падения путинского режима будет похожее окно возможностей. Хотя здесь уже многие помнят, как делать бизнес. А второй вопрос. Да, почему вы именно выбрали Лондон, и можно вот вопрос, как бы, вот, реально про историю про Скрипалями. Со Скрипалями, ну, никак нельзя было поверить в эту историю, ну, со всех сторон. Пока не появились вот эти вот двое, да, которые давали, да, Петров и Башеров, которые то ли сексуальность их какая-то, то ли там что-то покурили, походили. И вот вы, как в Лондоне живя, вы можете нам что-то рассказать про это? Ваш взгляд на это, как вы смотрите? Да, спасибо. Ну, у меня нет сомнений, что это агенты ФСБ, которым просто не удалось убить этого человека. Был приказ, а они его не смогли выполнить, поэтому их показали. А Лондон, потому что это мировая столица, потому что все капиталы здесь, здесь можно делать такие международные бизнесы, как у нас, потому что стемп за выдачу нет, и потому что здесь очень хорошее образование, поэтому Лондон. Ну, поскольку времени у нас остается очень мало, еще успеем, наверное, принять звонок, коротко, если можно. Здравствуйте. Добрый день. Очень-очень интересно. А давайте по очереди ответим. Спасибо вам, к сожалению, я не мало. Камни упадут, если путинские танки нарисуются как-то утром на рассвете. Вот тогда упадут камни, потому что очень многие людей, очень многие жители как-то скучают по сильной руке. И это очень опасно, я просто говорю, что это очень опасно. К Крыму толком не работает сотовая связь, нет света периодически. Они, чтобы путешествовать, должны ехать в континентальную Украину, оформлять себе там паспорта и так далее. Там, по сути, не работает судебная система и так далее. То есть это не до государства на данный момент, к сожалению. Как в Луганске вам рассказать или вы можете погуглить? Вот, там еще сильнее камни с неба. Образование у меня высшее экономическое. Академия управления имени Сергуара Джаникидзе. И я сдал кандидатский минимум, но не защитил диссертацию. Я не сделал одного шага до того, чтобы быть кандидатом экономических наук, если вас интересует. Какой был еще вопрос? Какие телеканалы посоветуете? А телеканалы РТВА, Дождь, РБК, Блумберг, CNN, BBC, Deutsche Welle и так далее. Из разных стран независимые телеканалы. Из российских остался, к сожалению, Дождь и РБК более или менее с адекватной информацией. Ну, завершая наш эфир, я надеюсь, что мой вопрос не покажется вам некорректным. До скольки лет вам хотелось бы дожить? Я написал в своем Goodwill, что в тот момент, когда я перестану перемещаться самостоятельно, сделаюсь настолько старым и беспомощным и неопрятным, чтобы в Голландии сделать автоназию. До скольки угодно, лишь бы бодрячком. Ну что ж, спасибо, что нашли время и вышли в прямой эфир программы. Абонент доступен, предприниматель Евгений Чичваркин был с нами сегодня на прямой связи. Спасибо вам, всего доброго и до свидания. До свидания. У вас непростая аудитория. Спасибо. Будем работать. Всего доброго. Всего доброго.